привет друзья все у нас пришла зима надеюсь вам снег не мешает сегодня хочу вам рассказать как мы делали полы и как обычно все переигралось сначала полы хотели делать обрешетку доску 50 на 100 потом ложить csp но когда я прокатился в магазин и узнал цены на цсп я понял что надо что-то делать потому что бюджет ограниченной и мы не пролазим по расценкам скажем так в итоге я стал копать и поискал еще уэсби я его нашел так у нас было 6 кусков уэсби 15 15 миллиметров и было принято решение во первых утеплять полностью мастерскую зашивать на глухо чтобы было тепло чтобы мало можно было в кофточке гонять зимой внутри помещения это раз потому что делаем для себя делаем как говорится чтобы было хорошо потому что я уверен что потом я мог хорошо пожалеть то что не утеплил помещение это во первых во вторых мы все переиграли и было сделано утепление полы я утеплял пеноплексом потому что у меня остался стратегический запас гараже и как раз больше половины мастерской хватило и чуть-чуть я пеноплекса до купил утепляли как делали распускали доску набивали бруски вкладывали утеплитель пеноплекс и пропенивали швы далее мы делали обрешетку из доски 50 на 100 в разбежку в 20 сантиметров и закрывали все о избе хай а почему такое решение во первых экономичный потому что мне удалось еще достать 6 плит 15 миллиметров буквально в пол цены и еще момент я вспомнил комментарий как один чувачок писал то что зачем вбухивать огромные деньги чтобы варить в любом месте мастерской лучше сделай себе отдельный уголок и отдельный там сварочный стол и будешь на нем спокойно варить и я к этому мнению прислушался мне она отложилась в голове и поэтому решили делать так сейчас уже пол зашит пол у нас в 15 пол у нас 15 миллиметров по избе то есть вот уже немножко снежок падает ворота еще не приехали также уже зовет утеплитель из овер достал я его прям прямиком с завода это намного дешевле и выгодней потому что если покупать на рынках то цена скачет чуть ли не в два раза это кстати вам совет для тех кто допустим строит дом и нужно огромное количество большой объем утеплителя то постарайтесь выйти прям прямо на завод без всяких посредников без всяких там продавцов лишних и цена будет намного меньше вы офигеете что планируется в дальнейшем ну в дальнейшем сейчас все будет утепляться мы ждем ворота и будем зашивать внутреннюю отделку полы я решил покрасить сначала огни биозащитой просто с компрессора оболью все полы посмотрим насколько это даст эффекта ну на всякий случай а затем уже загоню в краску какую-нибудь посмотрим поэтому стройка продолжается это небольшая вставочка для вас чтобы вы понимали что я не потерялся просто все делается как можно быстрее строить бывает ночью вот стоят два фонаря не знаю как вам видно друзья время 2 час ночи по моему потому что темнеет рано я включаю свет и снимать в эти моменты очень жестко потому что картинка очень убогая поэтому потихоньку мы ковыряемся строимся будут также еще видео по отделке будет видео про ворота и конечный результат так что обязательно ждите новых серий я буду снимать все буду выкладывать что было все интересно и как только мы сядем за стол в закрытом помещении мы произведем расчет я вам расскажу где можно было сэкономить сколько денег вообще ушло какие плюсы минусы как чтобы я допустим переделал есть некоторые моменты где бы я сделал немножко по-другому но об этом все уже следующих видео вам говорю спасибо за то что следите за стройкой ну а мы продолжаем все дальше ковыряться и будем надеяться что скоро будет финиш это был краткая вставка для тех чтобы вы знали что я не потерялся все хорошо все отлично валит снег зима уже рядом кстати по обрезкам доски доска у нас закончилась вот одна кучка даст вон там обрезков еще вот немножко валяется маленьких и осталось три доски где-то по два метра 50 на 100 это вся доска которая осталась со фундамента от дома я тоже выдернул 6 досок 50 на 100 которые были в резерве то есть доска полностью закончилась и больших обрезков практически нет это уже черная доска которая старая я как подкладки использовал немножко обрезков usb которые тоже пригодятся и вот поддоны пустые то есть доска вся практически из расходовалась и обрезков но их просто нет их даже я как и говорил в прошлых видео их реально не хватало и я делал перемычки из больших длинных досок поэтому все находит свое место потихоньку строимся в следующем видео расскажу вам как мы утеплялись что чего и и почем поэтому спасибо вам за просмотр друзья это была краткая вставочка чтобы вас держать в курсе всех событий с вами был сергей скоро увидимся